Где-то добавлять, а где-то убавлять. Повороты, да. Просто посмотри, вот это расстояние и вот это расстояние. Это он у тебя сидит внутри вот этого общего обертывающего эллипсово. Получается, ну, может быть, чуть, вот сам квадрат и вот это направление тоже немножечко ужать. Здравствуйте, меня зовут Романова Марина Геннадьевна. Я профессор кафедры рисунок Московского архитектурного института. Расскажу вам про выставку, которая проходит сейчас на нашей кафедре. Она посвящена аналитическому рисунку архитектуры. Ее оформили ребята своими работами, которые они выполняли на очном обучении и на дистанционном за последние два года. Получили высокие оценки. Конечно, не все работы здесь выставлены. Мы выбирали среди лучших самые лучшие. Я вам расскажу, как это все у них получилось. Архитектор, как мы говорим студентам, должен знать все. Все, что находится внутри архитектуры. Как художник говорит, когда вы рисуете портрет, вы должны чувствовать затылок. Вот архитектор, рисуя архитектуру, он должен понимать, что находится внутри нее. Поэтому, когда мы собираемся со студентами на первое задание по архитектуре, это вот как раз вот эта работа, это самое первое задание первого курса поступивших студентов. Мы им объясняем, что вы должны обязательно понимать, глядя на архитектурный объект, его план, фасад, из каких простых геометрических фигур состоит этот объект. Мы, ребят, просим сначала изобразить план фасад, потом рисовать уже с точки зрения тех знаний, которые они получили при подготовке в институт. Потому что экзамен по композиции, он достаточно серьезный. В сентябре мы еще можем со студентами пойти порисовать с натуры. Потом они делают листы по комбинаторике. Они начинают вращать эти кубы, в отличие от экзаменационных заданий, они их начинают вращать и усложнять всю композицию. Своего листа лист большой, где-то они из этих кубиков простых форм, куб, цилиндр, они делают уже архитектурные фрагменты и архитектурные объекты. И так, постепенно усложняя архитектурные построения, они постепенно приходят уже к суперсложным ансамблям, к интерьерам. То есть всегда ребята придумывают какие-то сложные композиции листа. Получается творческая для них работа, потому что кажется, что это просто механически нарисовать. Выигрывают, конечно, ребята, которые грамотно закомпонуют лист. Те, кто умеет графически подать и на листе выделить, что главное, что второстепенное. Субтитры создавал DimaTorzok На этом листе архитектуры нет. Это изображение воздуха в армянском храме. Просто пространство. Например, на этом листе ребята рисуют объекты там, где они не могут побывать. Их уже нет или они уже совсем в другом веке существуют. На стадии реконструкции они потеряли свой внешний вид. По существующим ортогональным проекциям они могут воспроизвести их в том веке, в котором они были задуманы. На этом листе сделан разрез. Русский храм. Но, тем не менее, у него есть определенные свои аналоги. Это задание такое. Вид с птичьего полета. Здесь мы, наоборот, рисуем план. Из плана поднимаем высоту. Свой квадрат. И вписанный горизонтальный эллипт. Когда мы рисуем с натуры, у нас, конечно, не всегда идет вот этот рисунок конструктивной архитектуры. Мы, конечно, рисуем с натуры, выезжаем на практику. И вообще забываем про это все и просто от пятна рисуем. Выставка посвящена сейчас линейному построению. Это как бы определенный свой язык. Конструктивный язык изображения архитектуры. Просто линии. Да, немножко с тоном. Я просто про диагонали. То есть вот этот костяк, на котором все держится, пересечение эллипса с диагоналями. Концентрический квадрат. Ось придет сюда и, в принципе, вот оно. Да, да, да. То есть у тебя и точка касения вот здесь у тебя тоже перейдет. Наверное, по факту правильно просто задаетесь. Да, да, да. Вполне возможно, что ось эллипса у тебя просто будет еще ниже. Это не фотография. Да, оно может быть похоже на фотографию. Но, конечно, линий, как мы знаем, вообще не существует в природе. Когда мы рисуем даже голову. Соответственно, здесь мы отрабатываем такой язык, присущ именно архитекторам. Потому что чертеж – это, в первую очередь, линия. Довольно-таки точная. Чертеж и рисунок раньше – это были слова, обозначающие одно и то же. Соответственно, потом уже эти обозначения как-то разделились. Сейчас уже рисунок, как правило, имеется в виду, что это что-то нарисованное от руки, не по линейке. Здесь ребята, конечно, немножко используют линейку, ничего не сделаешь. На экзамене линейки нельзя приносить. Поэтому ребята, в принципе, учатся рисовать от руки. Но, конечно, есть там какие-то тонкости, которые они могут там использовать для проверки, правильной линии или нет. Например, там ниточку там вытянуть. Ниточка – это не линейка. Если верхняя правильная, а нижняя неправильная, значит, нужно опустить ось. Это я просто ее неправильно отложу. Так-то вот она сюда приходит. Ну, вот, да, о том и речь. О том и речь. Потому что сразу зрительное несоответствие по раскрытию этого эллипса. Вот там не глубже вот эта вот арочка. Вот здесь у тебя ровное отложенное? Да, там как-то вот и центр было. Это же должна быть чуть-чуть больше. Почему? Ну, потому что она ближе к нам. Ну, вот, что касается эллипсов, с какими-то лекалами, и не рисуют эллипсы по лекалам. Все рисуют только от руки. Поэтому для того, чтобы красиво рисовать эллипсы, нужно и красиво уметь рисовать прямую линию. Тут никуда. Это тренировка руки. Архитектор все-таки, по сути, он должен быть универсалом. Чем больше он владеет разными техниками и пропорциями, и эмоциональному, соответственно, восприятию натуры, тем ему потом будет просто легче не быть чертежником, а быть все-таки творцом. Ребята вот даже вот разошлись и сделали реконструкцию Кремля с монастырем восстановленным. Практически получился эскиз для монументальной какой-то работы. Так, вот. И с этим тоже листом все-таки у тебя вот здесь лучше, если будут просто такие вот окошки со своим самостоятельным интерьером. Можно быть не окошки, а просто такие перегородки, чтобы тут не угораживать их, а вот такие тут линии провести, а тут максимум растянуть до края линии. Ну, понимаешь, мне просто хотелось бы, чтобы все-таки у тебя здесь было не просто линейное, но все-таки какая-то часть была с тоном. Ну, тогда можно сделать растяжку тона на нет. То есть здесь у тебя на нет, а потом раз, и концентрация на окошках, чтобы выделить окна. Просто вот эти линии будут очень красиво дробить. Ну, они могут быть условные. То есть мы их можем начать, а потом вытереть. И потом сделать белую полоску, которая оградит... И ступеньки здесь совсем не обязательно уже считать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА